Я рад вас всех приветствовать, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. И в продолжении празднования Рождества Христова я так хочу присоединиться, от всего сердца поздравить вас еще раз с этим праздником, пожелать вам духовных сил, пожелать вам здоровья, пожелать вам утверждения, укрепления в вере и уповании на Господа нашего Иисуса Христа. Я когда-то еще помню, с детских лет со школы нам учителя, грубо говоря, вдалбливали в голову такое понятие, что вера, вера есть это удел слабых, беспомощных людей, что вера есть это некие ограничительные рамки, в которые человек сам себя ввергает и потом из которых не может выбраться, что вера это есть какие-то предрассудки, которые уводят человека от реального мировосприятия и погружают ее в какие-то грезы, в какие-то что-то неизбыточное. Вот я согласен с тем, что да, но только в том случае, если это слепая вера, если это вера в какие-то идолы, если это вера в какие-то идеи, в каких-то людей, которые приходят и уходят, там где нет Христа, да, там вера тщетна, это правильно, но наша вера, она жива и действенна, потому что она основополагающая и в ней лежит вот как раз тот праздник Рождества, которому мы сегодня с вами отвечаем. И я хочу вам задать этот рождественский вопрос. Думает ли сегодня кто-то из вас, что вера, это есть предрассудки, что это есть слабость, что это есть что-то такие рамки какие-то? Нет, никто не думает. Почему? Потому что так могут говорить и думать только люди, которые не пришли к вере. Те люди, которые знают смысл веры, знают, какую силу и уверенность дает вера, потому что веру, ее нельзя высмеять, так же, как ее нельзя имитировать. Вера – это глубокое чувство лично каждого человека. Кто-то сказал так, что... Христос сказал, будьте как дети, призывая нас к нашей вере, будьте как дети. И вот в этом смысле вера, она настолько естественна, что насмешка над верой, она у верующего человека не вызывает агрессии, только недоумение. Потому что Бог, Он не нуждается в защите своих детей. Это люди, это мы с вами нуждаемся в защите нашего Бога. И почему я упомянул, привлек наше внимание к вере? Потому что в основании ее лежит краеугольный камень, Христос, как я уже сказал, рождение которого, еще правильнее было бы сказать, воплощение. Мы сегодня с вами празднуем. Я читал, что ни один историк, ни один летописец никогда не упоминал в своих трудах факт рождения Иисуса Христа. Когда Пилата через 17 лет спросили о той казни в Иерусалиме, он силился и не мог вспомнить имени Иисуса Христа через 17 лет. Да и само Рождество официально начали, как свидетельствуют те же летописи, официально начали праздновать в 4 веке, после Рождества Христова. Таким образом, человечество как бы прошло мимо этого величайшего факта, мимо величайшего этого события, которое изменило ход истории человечества, которое разделило саму эту историю на две эпохи – до и после Рождества Христова. Как мы с вами говорим, что пророк Исаия пророчествовал за 700 лет до Рождества Христова. Крещение Киевской Руси было тысячу лет после Рождества Христова. То есть мы, люди сами того вот как бы не осознавая, говорят, что предрассудки, но сами согласны с тем, что эпоха разделилась на два времени – до и после Рождества Христова. И событие это, как мы вот в эти дни уже много об этом слышали, оно произошло в тишине вифлеемских ясель для скота. Ясли для скота стали вместилищем для невместимого Бога. С одной стороны, невместимый Бог, с другой стороны, беспомощный младенец. И вот в этом неразрывном единстве божественной природы и природы человеческой скрыта великая тайна Бога воплощения. Как апостол Павел в послании к Тимофею пишет, и беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явил себя во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Поэтому, говоря о нашей вере, возвращаясь к началу проповеди своей, я хочу сказать, что вера наша, основополагающая, это Рождество Христово, которое мы сегодня празднуем. Еще когда-то Иоанн Златоуст называл праздник Рождества, я процитирую, «началом всех праздников». Он писал так, «В этом празднике имеют начало и основание свое, и Богоявление, и Священная Пасха, это Вознесение Господне и Пятидесятница. Если бы Христос не родился по плоти, то не крестился бы, а это праздник Богоявления, и не пострадал бы, а это Пасха, и не послал бы Святого Духа, а это Пятидесятница. И так от праздника Рождества Христова начались наши праздники, как источника различные потоки. Через Рождество Христово, братья и сестры, Бог явил нам пример кротости, смирения и любви, как апостол Павел в послании Ефесяна пишет, «Он открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». И вот в этой минуте, дорогие братья и сестры, еще раз я поздравляю вас с этим праздником, с этим величайшим событием. Я хочу спросить, а что теперь? А что теперь? И апостол Павел пишет, послание к Ефесянам, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон, заповеди и учением, дабы из двух создать в себе самому одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание стройно возрастает, святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Слава нашему Господу в эти дни, и мы сейчас с вами будем молиться, и благодарить Его за то, что мы имеем вот этот праздник, имеем это основание нашей твердой веры, наше упование, которое движет нами вперед к небесной отчизне. Будем молиться. Аминь. Господь, Ты слышишь молитвы наши? И в тиши сердце, и в слух. Ты видишь наши благодарные сердца. Ты пришел в этот мир, как ходатай, чтобы спасти человека от грехов их. И Ты принимаешь нас такими, какие мы есть, с нашими недостатками, с нашими трудностями. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы имеем эту возможность, мы имеем эту веру, и мы имеем это чудо, что мы можем приходить к Тебе с нашими нуждами во всякий раз, когда в этом есть эта нужда. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты исполнил волю Отца Своего, принял образ раба, и для того, чтобы спасти человека, спасти всякого приходящего к Тебе, Ты не изгоняешь вон, Господь. И в этот день я еще раз благодарю Тебя за эту радость, спасение, за это упование, за эту веру и надежду, за церковь Твою, которую Ты оставил на земле, и особенно за поместную церковь в Ифании, где мы можем вот так собираться, для того, чтобы прославить Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя, Господь, за весь этот день и просим Тебя, благослови и окончание этого года, чтобы мы могли подвести какие-то итоги, чтобы мы могли удаляться от того, что мы делали, может быть, неправильно, чтобы в Новом году, если Ты даруешь нам дожить до Него, каждого отдельности, всех вместе, чтобы мы могли так же простираться вперед, опираясь на веру нашу, на Слово Твое, которое у нас на сегодняшний день, которое не отнято. Благодарим Тебя за все, Господь. Слава Тебе нашему Богу, Отцу Сину, Святому Духу. Аминь.